Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как мне вести себя с мамой, которой больше 60 лет, мне за 30? Ну, совершенно очевидно, что здесь нужна цель, как вести себя, чтобы что. Постоянно ругаемся, сейчас живем в ее квартире, я тяжело болею, мыши с другой стороны, чтобы заработать на отдельное жилье, работать на износ. Ну, смотрите, то, что вы сейчас ругаетесь, вы все время ругаетесь. Вот. А вы же сами вносите вклад в конфликт. Ведь человек один, ну, сам по себе, он же не может ругаться. Это невозможно сделать. Вот. Поэтому я думаю, что здесь ключевым моментом является вот то, какой вы сами вносите вклад в сорок. Вот. Именно вы какой вносите вклад в конфликт. И, соответственно, исходить, на мой взгляд, нужно вам именно из этого. Я рекомендовал бы вам изучить психологическую игру скандал. Вот. Она есть в интернете. Вы можете сами смотреть для себя, как получается, что люди ругаются. Вот. Но, на мой взгляд, очевидно, что, вот, как минимум, желательно поработать вам с личными границами и со своими эмоциями, со своими чувствами. Вот. Для того, чтобы как-то, ну, как-то лучше их выражать. Вот. То есть, ну, лучше выражать свои эмоции, да, лучше выражать свое чувство, лучше обращаться с ними. Вот. И, соответственно, с вашей стороны тогда ссоры не будет. Я надеюсь, что психологическую игру скандал вы поисследуете. А сейчас я хочу сказать, что по какой-то причине вы свою маму воспринимаете всерьез. Слишком, слишком серьезно. То есть, как будто бы, вот, знаете, сверхзначим она для вас. Дело в том, что если человек сверхзначим, ну, обладает сверхзначимостью, то это не спроста. Вот. Вот. И, и, как я думаю, вам нужно поисследовать вот этот момент. За счет чего? Она для вас обладает такой сверхзначимостью. Да. Да. Ведь, вряд ли это... Случайно. Вот. Ну, вряд ли это случайно. Что... Вы... В... 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 Верное. То есть, очевидно, что вам чего-то хочется от неё. Очевидно, что вам что-то нужно от неё. И очевидно, что вы надеетесь это что-то от неё получиться. Она, чувствуя, что вы от нее чего-то хотите, имеет такую возможность вам этого не давать. У нее есть, к сожалению, такая возможность. Вот отсюда, на мой взгляд, большое количество ваших проблем с ней, я имею ввиду, с мамой. Именно из-за того, что вам что-то нужно, вы чего-то хотите, но не видите для себя, как будто бы. А, ну, другого, какого-то способа это получить. Вот. Она, 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 она этим пользуется, она чувствует интуитивно, что вам, вот, что, ну, вам что-то нужное. Вот. И, соответственно, ведет себя так, понимает, что обладает над вами определенной властью, обладает над вами определенным значением. Вот. вот. И, соответственно, ну, почему, почему бы ей, да, этим не пользоваться? Вот. То есть, ну, было бы странно, на мой, на мой взгляд, если бы она этим не воспользовалась. вот. Вот. То есть, вы здесь, к сожалению, сами даете ей, по сути, такую возможность. То есть, вы сами даете ей возможность, ну, вот, относиться так, к вам. Вот. Вот. Нравится, нравится вам это или нет, или нет, ну, вот, то, что я говорю, ну, вот, мне кажется так. Дальше. Сейчас живем в ее квартире, я сейчас тяжело, тяжело болею, мужчина с другой стороны, чтобы заработать на отдельное жилье, работать на износ. Хотелось бы знать, как вы попали в квартиру мамы? Очевидно, что отношения с ней у вас не самые хорошие. Вот. Как, как вы попали к ней в этом смысле? И на что вы надеялись, когда, ну, переезжали, да, в ее квартиру? Вот. То есть, ну, вот, просто этот момент, он, мне, мне интересен. Вот. То есть, ну, наверное, вот, на что-то вы рассчитывали, наверное, на что-то вы, чего-то вы ожидали. Вот. Хотелось бы, вот, как-то понять, на что вы рассчитывали, чего вы ожидали, на что вы надеялись. Вот. И, соответственно, вот, какое было, ну, скажем так, обеспечение, да, ваших ожиданий. Ну, вот. Потому что, ну, вот, честно, честно говоря, складывается, складывается такое впечатление, вот, что рассчитывали вы, как будто бы на, ну, совсем не на то, что вот сейчас имеете, имеете, да, именно то, что вот сейчас, ну, получается. Понимаете? Ну, понимаете, да? Мама не влюбила мужа, потому что он ни от кого не завис, в свое проживание, в квартире платит, живем финансово отдельно, пока я не работаю, живем на деньги мужа. Ну, я не думаю, честно говоря, что не работаете, вы из-за болезни. Я думаю, что не работаете вы по другой причине. Вот. Вполне может быть, может быть, такая ситуация, что у вас кризис вполне может быть, такая ситуация, что вам как-то, ну, сложно, это тяжело себя, себя найти, вот, вы испытываете с этим проблемы, вот, из-за чего вы, может быть, чувствуете себя неуверенно, вот. Может ли быть такое, вот, может ли быть такое, что вы себя чувствуете неуверенно именно из-за того, что у вас есть какая-то проблема, да, трудность с реализацией, вот. То есть, вот, хотелось бы как-то этот момент, да, прояснить, чтобы, ну, по возможности быть уверенным в том, что с этой стороны у вас все в порядке. Вот. Дальше. Мне тяжело находиться в квартире с матерью, и в нашей комнате стараюсь не ходить, чтобы лишний раз не сталкиваться. в чем тяжело, как это на вас, на нас влияет, понимаете ли вы, для чего живете в квартире. Я постоянно ощущаю, что я маленькая, она все знает, много раз говорила, что мне это не нравится, теперь общения почти нет. Ну, смотрите, смотрите. То, что вы чувствуете себя с ней маленькой, это, конечно, особенность исключительно ваша. То есть, ваша мама здесь, ну, ни при чем. Конечно, она, может быть, на это повлияла, но это ваше ощущение. Вот. Я думаю, что тот факт, что вы чувствуете себя маленькой, с ней связан с определенной потребностью, которая у вас есть, и которую вы либо хотели бы, да, либо пытаетесь реализовать. Вот. Только, ну, вероятно, вот, не очень вы понимаете, что это за потребность. Вот. То есть, хотелось бы как-то раскрыть этот момент. Что значит маленькая? Ну, увы. Что значит маленькая? Вот. Маленькая это как? Это что? Вот. То есть, это вот, на мой взгляд, очень такой интересный момент, да, что вы чувствуете себя маленькой, и вот, что вы в это вкладываете. Вот. Очень было бы интересно это поисследовать. Очень, очень было бы интересно изучить, что вы имеете в виду, вот, говоря о том, что вы маленькая. Вот. Потому что я уверен, что, ну, что здесь есть некоторые проблемы в восприятии себя у вас. Вот. Это можно решить. В частности, в частности, например, взращивая в себе взрослое состояние. Вот. Вот вы пишите, что я маленькая, она все знает. Полагаю, здесь вы как-то подразумеваете то, что не уверены в себе. Вы. Вы. Вы не уверены в себе. То есть, вы себе не доверяете. Вот. 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 Ну, что же, что же. Как раз и как раз с этим нужно работать. То есть, если вы себе не доверяете, то, как раз это необходимо корректировать. Вот. Чтобы вы себе доверяли. То есть, развивать контакт с собой. Вот. С самой собой. Необходимо развивать контакт. Вот. А это, в общем и целом, психотерапия. Потому что нужно понимать, в чем у вас трудность. Вот. Чувствование себя. Вот. Сейчас, пока что, я бы сказал, что это не совсем понятно. Да? Вот. Вот. То есть, сейчас, пока не ясно, в чем именно, чем именно вам сложно себя услышать. Да? Вот. И, соответственно, где у вас происходит, ну, торможение. А я постоянно чувствую по отношению к себе злость, нервисть, зависть, критику, обилие, что я делаю не так, как она хочет. А я думаю, что на вас это как-то влияет. То есть, вы хотите одобрение своей мамы. Вот. Вот. Вам нужно, чтобы она вас одобрала. Вам нужно, чтобы она вас приняла. Чтобы она вам разрешила. Вот. Ну, понимаете, еще один важный момент заключается в том, что ругань, вот именно ругань, если мы говорим о ссоре, представляет из себя избегание по сути. Я говорил о том, что люди через ссору избегают близости. И вы вроде бы, ну, вроде бы, ссорятся, да, вроде бы вы, ну, как-то экспрессивно, да, высказывая, обращая свои чувства, вот. На самом деле, их вы не проживаете, вот. Это нужно понимать, потому что вы говорите не совсем о себе в этой ситуации. Вы говорите о маме. Вы говорите о маме. Вы говорите о маме. И вы говорите про маму. По сути. Вот. А вам необходимо учиться, вам необходимо учиться говорить о себе, вот. Вам необходимо учиться выражать свое, учиться выражать свои собственные чувства, вот. И, собственно, тогда, в таком случае, я думаю, что у вас, вероятно, совершенно необязательно будут ссоры. Во-первых, во-вторых, у вас не обязательно будут ссоры, а во-вторых, вы сможете проживать свои чувства, вот. Вы сможете это делать, и у вас не будет такого ощущения, как, ну, как сейчас, что вы видите в маме, вот, там, злость, зависть, там, и так далее, вот. То есть, вот этого, вот, этого не будет у вас. Потому что то, что вы описываете, вполне можно интерпретировать как проекцию, вот. То есть, вполне можно интерпретировать как то, что вам это кажется, вам кажется, что мама вот там вот такая, вам кажется, что мама испытывает к вам вот эти цифры. Вот, конечно, конечно, я не думаю, я не думаю, что вы обманываете, нет. Ну, просто, не может ли быть, например, такого, что что-то из того, что вы перечислили, например, является не мамиными чувствами по отношению к вам, да, а вашими. Не может ли быть такого, как вы, ну, как вы считаете? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Ну, вот, не может ли быть такого, что то, что вам кажется свойственно вашей маме, на самом деле больше про вас. Вот, понимаете? А это ведь, вообще-то, вполне реально. Такое вполне реально. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы отделить, постараться отделить ваши чувства от маминых. Важно, получится, получается, получается, мама чувствует. Понимаете. Конечно вас чем-то страшит, неодобрение, вашей мамы. Чем-то вас это пугает, нужно постараться понять, чем вас это пугает, нужно постараться увидеть, как вас это пугает, вот, и увидеть, какую вы можете стараться решить или решать здесь, ну, проблему, да, вот, то, что вы пытаетесь решить какую-то проблему, я думаю, что вряд ли это секрет, нужно увидеть какую, какую проблему вы пытаетесь решить, ну, значит, в контексте мамы. Вот, я думаю, что увидев это, я думаю, что поисследовав это, вам что-то станет более понятно и вам будет легче. Нужно ли наладить местное общение и более-менее комфортное прошепроживание? Да, я думаю, можно, но есть вот некоторые моменты. во-первых, чтобы наладить комфортное общение, да, нужно сначала обрести, знаете как, почву под ногами вам, вот, а сейчас, ну вот, к сожалению, да, я такой почвы у вас под ногами не чувствую, да, я себя не ощущаю, но вот, чтобы вы как-то уверенно себя чувствовали, вот, к сожалению. И я думаю, что задача психолога, вот она в том и заключается как раз, чтобы помочь вам, обрести, ну, обрести, вот, эту, эту уверенность в себя. Ну, это, наверное, не просто, конечно, то есть, это может быть сопряжено с рядом проблем, с рядом трудностей, но, чтобы сохранить свое здоровье, да, чтобы не болеть, вот, я думаю, что можно этим заняться, вот, и постараться себе помочь. Вот, я думаю, примерно так я мог бы вам ответить. Конечно, сочувствую вашей ситуации, да, сочувствую вот тому, что вы оказались вот в такой ситуации для себя неприятной, вот, тяжелой, непростой. Ну, все решаемо в этом смысле, вам не нужно думать, что это безнадежно. Я вас уверяю, что все это решаемо. Главное, чтобы была воля тому, чтобы меняться, вот. Ну, конечно, нужно выходить из позиции шеркви, в которой вы сейчас находитесь, вот, по сути, вы находитесь сейчас в позиции шеркви, да, в том смысле, что, ну, вот, мама, значит, такой. Тиран, да, тиран, да, она вас тиранизирует, вот, а вы, значит, вот страдаете и пытаетесь от нее, от нее как-то защититься, вот, из вот этой позиции, крайне такой деструктивной, вот. Нужно, нужно, нужно выходить, вот, потому что эта позиция способна только на деструкцию, вот. Ну, что, собственно, и происходит, да, то есть вы можете замечать, вот, как, ну, как на вас это влияет. К сожалению, прямо сейчас уже будем сегодня что-то видеть, вот. И я думаю, что это будет после, после, после ваших собственных обид, проживания ваших обид, вот, после проживания ваших собственных чувств, это вот вторая по главности задача, взятие на себя личной, личной ответственности за себя, свою жизнь и так далее. Третья задача это работа с личными границами, вот, потому что есть такое ощущение, что, ну, немножечко вы непосредственно живете не в плане финансовых, да, вот, хотя, может быть, и финансовых тоже. Ну, я больше говорю, наверное, о психологической истории, вот, я больше говорю именно об отношении к себе, вот, я больше говорю о том, как вы себя воспринимаете. видите, 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 вот, я больше говорю о том, как вы к себе относитесь, на мой взгляд, не слишком хорошо, вот, это, ну, как-то вот, чтобы себя, да, ценить, да, чтобы себя уважать, вот, чтобы к себе как-то вот, ну, прислушиваться, вот эта вот вся история, вот она, мне кажется, мне кажется, у вас несколько находится в дефиците, вот. Ну, а центральной проблемой является то, что вы чувствуете фудомарникой, вот, это история про некую травмированность, про некую такую, такую вымученную, я бы сказал, да, да. Беспомощность, вот, беспомощность, которая, чем-то, чем-то, чем-то вам выгодно, вот, только вот, чем выгодно, еще предстоит понять. Ну, потому что, пока не ясно, пока не ясно, пока не ясно, вот. Так же, не совсем понятно, да, сколько вы будете, ну, так жить, по сути, сколько вы будете, вот, в такой атмосфере жить, вот. Сколько вы будете, ну, находиться, в такой ситуации, да, сколько вы будете жить с мамой, ну, я имею в виду, вот, в... В ее, ну, в ее квартиру, вот, и тогда, то есть не совсем понятно. Вы говорите, что ваш муж работает, ну, наизнос, вот, это нехорошо, то, что он, то, что он работает наизнос, это нехорошо, совсем нехорошо, на мой взгляд. Вот. Ну, сколько времени-то? Сколько времени-то? Сколько времени это будет, условно, продолжаться? Вот. Хотелось бы, конечно, как-то это, это понимать, да? Вот. Хотелось бы, чтобы у вас было четкое представление об этом. Вот. Поэтому, тут вам, на мой взгляд, тоже требуется некая, ну, некий такой, я бы сказал, что, ну, контроль, да, может быть, давайте вот так скажем, то есть, некое такое четкое понимание, сколько по времени это будет длить. Вот, потому что, ну, вам нужны силы, вот, нужно аккумулировать эти силы, вот. Понимаете, да? То есть, тут вот, ну, чувствуется, что здесь вот вы к себе как-то вот относитесь, насколько, знаете, ну, как-то вот так поверхностно, я бы сказал, к сожалению. Вот. Вот. А это абсолютно неприемлемо. То есть, проблемы у вас, вот, они отсюда увлекают. Вот. Еще я думаю, что у вас имеется чувство вины, вот. А, с чувствами вины, а, тоже, можно и нужно работать, естественно. Вот. 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 Совершенно. Однозначно. Вот. И вас это вот еще будет, ну, ну, еще меньше будет вас это тяготить. Тогда будет еще легче. Но, повторюсь, все это индивидуальная работа. Все это психотерапия, по сути. Понимаете, да? Вот. 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 Как-то так. На этом, я думаю, мой ответ можно вам закончить. Я надеюсь, что это было интересно, надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду вам благодарен, значит, за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, вот, позволит вам сформулировать для себя основные векторы работы над собой, вот. И таким образом вы сможете определить для себя тот круг работ, на который вы сейчас готовы. То есть, ну, понятно, что, там, насиловать, да, себя, себя не надо насиловать, вот, заставлять делать что-то, что вам не хочется. Не, 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 не нужно тоже, вот. Ну, вот, необходимо, ну, начинать меняться, как минимум, вот. Удачи вам всего самого доброго, обращайтесь и не затягивайте. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...